Последняя наша презентация будет на тему маршрутизации звонков по времени. Здесь мы рассмотрим, как обрабатываются правила, рассмотрим маршрутизацию на уровне добавочного номера и также поговорим про праздничные дни. В предыдущей презентации мы говорили про добавочные номера и их статусы присутствия. Это три статуса у нас получаются и АТС будет в зависимости от рабочего времени обрабатывать звонки. Когда вы создали входящее правило, у вас во входящем правиле есть рабочее время и нерабочее время. Время перерыва будет применяться только к добавочным номерам, следовательно на уровне входящих правил вы не сможете настроить перерыв. Далее входящее правило может переадресовывать вызов на ваш септранк, отправлять его уже далее на внутренний добавочный номер, очередь и так далее. АТС будет обрабатывать данные правила ваши в зависимости как вы настроите рабочие часы. Вы можете их настроить на ежедневной основе, каждый день как оно будет обрабатывать у вас и все это расписать на всю неделю с понедельника по воскресенье. Получается, когда придет звонок, АТС определит в какое время у вас приходит звонок и далее применит его к правилу. Мы еще раз говорили, что перерыв не будет применяться к входящему правилу, так как перерыв применяется непосредственно к добавочному номеру. Как настраивать рабочие часы? Это делается через консоль управления, параметры рабочие часы и праздники. Здесь вы можете указать рабочие часы с понедельника по воскресенье и указать только рабочее время. Получается, вы указываете с 9, допустим, пример, понедельник с 9 до 17. Другое время после получается с 17.00 АТС будет находиться в нерабочее время. Также настраивается время перерыва. Перерыв всегда должен находиться внутри вашего диапазона рабочего времени. И, как еще раз говорил, перерыв будет применяться только к добавочному профайлу. Если же есть необходимость, и в вашем случае АТС, допустим, работает на разные часовые зоны, и у вас есть разные транки, которые используют разные рабочие часы, вы можете применять отдельные рабочие часы индивидуальные для каждого входящего правила. В каждом входящем правиле вы можете отдельно расписать график, как рабочих и нерабочих часов, и далее перенаправлять ваш маршрут. Индивидуальные рабочие часы на уровне вашего, на уровне входящих правил или добавочного номера будут предопределять общие рабочие часы, игнорировая их, и делать переадресацию. Здесь стоит учитывать, что время, которое будет применяться, должно относиться именно к времени вашего сервера, именно рабочих часов самого сервера. И получается, если у вас другие часы, их нужно будет учитывать. Так сказать, другой часовой зоны их нужно будет учитывать к локальному времени самой АТС. Так, у нас вопрос. Есть ли возможность направлять входящий звонок в зависимости от его Color ID? Да, Руслан, можно будет создать входящее правило на основе Color ID, и далее применять его к настройке. Пожалуйста. Если что, я вам сейчас покажу, как будет у нас презентация. Если у вас консоль управления есть, самое простое входящее правило, когда вы открываете меню, у вас будет два момента. Это добавить правило DID, добавить правило CID. Так вот, когда вы создаете правило DID, АТС будет смотреть в заголовок, СИБ-заголовок, ту, получается, куда отправляется звонок. И в нашем случае, конечно же, вы выберете, на какой транк и какой DID номер. Если же в вашем случае, как вы хотите, чтобы вызов был на основе Color ID, тогда уже АТС будет смотреть в заголовок From и на тот вызов, который приходит. Тогда создается другое правило. И в этом правиле вы детально должны описать, на какой вызов идет транк, чтобы определить его, так как входящие правила будут использоваться отдельно. Уже обрабатываться отдельно, да, сверху вниз, снова для каждого транка индивидуально. И стоит логику учитывать. По детальной маршрутизации, входящей и исходящей, мы рассмотрим уже на следующей неделе. Ну, вкратце, в принципе, то, что я сказал. Так, настройка праздников. Настройка праздников настраивается в той же секции, в параметрах АТС, рабочие часы и праздники. Здесь вы укажете праздничный день, выбрав его дату. Вы можете указать также целый диапазон дат. И указать, если же данные даты будут у вас применяться, скажем, каждый год. Касаемо праздника, вы также можете выбрать время, когда праздник вступит в силу. Допустим, если у вас полдня и несколько часов всего лишь дня будет нерабочих, да, вы всегда можете указать, с какого по кое время будет ваш применяться праздник. Консоль управления, параметры рабочие часы. Как мы сказали, здесь уже вводится ваша настройка. Для каждого отдельного праздника у вас будет возможность записать приветственное сообщение. Это можно будет записать напрямую через АТС. Если же это не через АТС записывается, а вы записали его профессионально, главное, чтобы формат соответствовал расширению. Это WAV файл, должен быть формат файла. PCM кодек, 8 кГц, 16 бит, моно. И максимальным размером 100 мегабайт. Для того, чтобы настроить отдельные часы для вашего сип-транка, вам необходимо будет включить галочку «Установить специальные рабочие часы». После того, как устанавливается данная галочка, у вас появятся отдельные настройки, где вы можете указать рабочие часы именно для этого входящего правила, для DID, которое вы выбрали, чтобы АТС учитывала рабочие часы и нерабочие часы. И делала переадресацию. В принципе, пример, когда вы включаете данную галочку, так вот, здесь у вас появится момент настраивать индивидуальные рабочие часы для вашего входящего правила. Кстати, такие же настройки доступны как для Color ID правила, так и для DID правила. Что касается праздничных дней, чтобы праздничный день у вас сработал, вы, конечно же, должны создать данный праздничный день в АТС-системе. Только вы его создали, вы должны указать в настройке правила «Проигрывать праздничное сообщение». Если данная настройка включена и вызов приходит именно в праздничный день, тогда правило у вас срабатывает, и АТС будет проигрывать сообщение, которое у вас доступно в правиле, и переадресовывать его сразу же на IVR, который называется HUL. Это системный IVR. Следовательно, в самом сообщении вашем голосовом вы должны записать момент переадресации, который находится в моменты меню вашего HUL IVR. Мы об этом говорили на одной из презентаций по IVR. Если кому-то было непонятно, и кто-то ходит уточнение, пожалуйста, отпишите в чате, я всегда повторю. Мы говорили про добавочный номер на предыдущей презентации, и говорили, что в добавочном номере вы можете включить автопереключение. Для чего нужно включать автопереключение? Конечно же, для ваших рабочих часов и профайла. Получается, если же вызов идет напрямую на добавочный номер, и вам есть необходимость переадресовывать его, скажем, в зависимости от перерыва на определенный маршрут, вы должны, в общем, указать вот эту галочку и делать переадресацию. Мы говорили про профайл доступен, отсутствует и не беспокоить, только к этим трем профайлам будет применяться автопереключение. К двум другим оно переменяться не будет. Это кастумный статус доступен и не беспокоить. Получается, если вызов идет на добавочный номер и напрямую, тогда переадресация будет зависеть от профайла, и, скажем, если он отсутствует и не беспокоить, применяться, если же он идет на правила, и уже на очередь данный профайл влиять никак не будет. На уровень добавочного номера вы можете отдельно настроить общие рабочие часы. Получается, если какой-то из пользователей у вас имеет нестандартный график, вы можете это учесть и настроить в его добавочном номере, именно в его правиле, в его личной настройке. Вы можете, скажем, настроить как общие рабочие часы, так и время перерыва, оно может отличаться. И как результат, общие часы рабочие или общее время перерыва будут игнорироваться и применяться к добавочному номеру. В принципе, все идет повторение слайдов. Можно использовать отдельные часы, можно использовать общие, можно строить отдельное время перерыва, или же использовать общее время перерыва, не включая его. Если же отдельное время, тогда вы все правила должны, для каждого дня должны отдельно настроить. Важный момент касаемо настройки рабочих часов, ваше правило должно находиться, время перерыва должно всегда находиться в диапазоне рабочего времени. У нас пример, когда компания работает, скажем, с 9 до 5 вечера, перерыв у нас с 12 до часу, получается, входит в диапазон. Если же у вас есть несколько рабочих часов, когда компания открыта и закрыта, например, в ресторан, он работает с утром, потом в определенное время до вечера он у вас закрыт. Вы можете указать, скажем, с 8 до 3 часов рабочее время, перерыв часу до 12, далее после 3 до 5 он у вас закрыт, и у вас второй диапазон времени с 5 до 11 ночи, и перерыв будет находиться с 8 до 9 вечера, вторая смена работает. Вы не можете настроить перерыв, который будет у вас в нерабочие часы. Данный перерыв срабатывать не будет, следовательно, автопереключение добавочного номера в перерыв не произойдет. В принципе, по теории все. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Данная презентация, на самом деле, она идет повторение о всем, что мы говорили. Я бы хотел сейчас показать, где находится каждая настройка, про что мы только что сказали. Руслан, по вашему вопросу, правила, входящие на основе Color ID, заходите, входящие правила, и далее, когда вы создаете... Извиняюсь, входящие правила, я не туда нажал. Входящие правила, когда вы зашли в меню, у вас есть, видите, правила Day ID и Color ID. Когда создаете Color ID правил, здесь вы указываете полностью Color ID или же его маску. Скажем, маска, если ваш провайдер отправляет Color ID в интернациональном формате. Например, звонков с Украины, 380, кажется, если я ошибаюсь, или публики номера, 207, может быть, у вас в Великобритании, 2044. Далее указывается транк, куда приходят эти звонки, и делайте переадресацию, рабочее время или же нерабочее время. Как только вызов пришел на транк, правило обработалось, оно будет отправлено на указанный могут. Если же у вас есть рабочие часы, вы их настраиваете, давайте покажем, где они находятся, рабочие часы, праздники в параметрах. Вот они здесь. Настраивайте их индивидуально, на каждый день. Также праздник. Вы можете иметь в виду, когда приходит звонок, они будут у вас применяться. Если вы хотите индивидуальный, включайте галочку и настраивайте отдельные часы для вашего правила. Мы должны здесь учитывать время сервера, следовательно, его нужно будет уточнить, как это сделать. Скажем, если у вас есть рынок система. В команды update вы можете увидеть рабочее время на текущий момент. Указывается время на основе ОС, и правило будет обрабатываться. Если же вы хотите применять праздник к этому правилу, вы должны включить галочку «Проигрывать праздничное сообщение в период общих праздников». Если же галочка включена, вы можете включить использование рабочих часов даже в период праздников, следовательно, ваши праздники будут игнорироваться. Далее мы говорили про добавочные номера и про автопереключение. Правило перерыва не применяется к входящим правилам напрямую, а непосредственно на уровень добавочного номера, на статус присутствия. Автопереключение. Вы должны указать статус. Если задача переключать правила на основе общих рабочих часов, переключать профайл добавочного номера, это можете указать здесь. Если же индивидуальные рабочие часы настраиваются индивидуально здесь, в этой же настройке. Перерыв также настраивается отдельно у вас, если есть необходимость, если у вас другой перерыв. И также вы можете применять рабочие часы даже во время общего праздника. В принципе все касаемо правил переадресации и настройки праздников. Больше других настройок у нас нет. Мы говорили про исключения. Стоит учитывать в данный момент, что оно всегда будет в приоритете. Каких правил? Руслан, извиняюсь. Про какие правила идет? Про входящие правила? Вы наверное спрашивали. Я просто пропустил момент. А здесь ограничений нет по входящим правилам. Сколько необходимо правил, столько вы создаете. Стоит учитывать момент, что правила будут обрабатываться сверху вниз. Получается, если у вас есть правила на основе DID и Color ID, это также нужно будет учитывать. Правила, которые сверху в приоритете, то и будет обрабатываться для вашего транка. Об этом я еще подробно расскажу. С примерами на слайде будут по входящим правилам, как также можно будет изменять их. И мы рассмотрим. Коллеги, в принципе на сегодня все. У меня больше другой информации нет. Разве что отвечать на ваши вопросы, которые даже не входят в сегодняшнюю тему. Если есть, пожалуйста, давайте. Если же вопросов нет, всех благодарю. Хороших всем выходных, так как больше презентаций на этой неделе у нас нет. И увидимся на следующей неделе во вторник. Всех приглашаю на последнюю неделю презентации. Будет много полезной информации на следующей неделе. По очередям у нас будет презентации. По входящим и отходящим правилам. Также будет по безопасности и troubleshooting. Поговорим по логам АТС. Поговорим про Wireshark основные моменты. Поговорим про Binlog Viewer. Как отслеживать логи в системе. Поделюсь своим опытом. Может кто-то захотит поделиться своим. Будем всегда рады. И также будет момент по SMS. Как настраивать SMS в тресек системе. И что нужно будет знать. В принципе все. Спасибо еще раз всем. До встречи. Всего доброго. До свидания.